Смотрите, ну мы конспирологические эти теории, это не теории, не теории. Я говорю и всегда говорила, что многие вещи мы с вами никогда не узнаем. Вот мне когда начинают, я говорю, послушайте, мы на это можем повлиять? Нет. Мы можем истину узнать? Нет. Вы уверены, что написано вот здесь вот одно, в одном журнале одно, но в другом журнале диаметрально противоположное, и там, и там пишут известные люди, нобелевские лауреаты, но диаметрально противоположные вещи. Нет. Да, мы не можем. Поэтому нам надо что? Нам надо готовиться к этому. И все. Ежегодно проходят конгрессы по биобезопасности в Европе. Там выступает в том числе и Билл Гейтс. Так в 2017 году Билл Гейтс говорил фразу, которую я тоже понимаю, что уникальные возможности секвенирования генома на сегодняшний день делают вполне реальными и биологические атаки. Но мы живем в таком мире. Поэтому мы должны быть к этому готовы. И я еще раз ко всем обращаюсь. Мы вошли в такой цикл, знаете, вот пандемический этот. Мы пережили пандемию гриппа. Просто люди, может быть, меньше с этим сталкивались. В 2009-2010 год у нас эти больные концентрировались. Там тоже очень тяжелая была пандемия. Для нас, инфекционистов, это страшно. Наша страна, в нашей стране и без пандемии хватает эпидемий. Дифтерия 90-х, она вошла во все... Если вы откроете сайт ВОЗ, напишите дифтерия, там много материала посвящено именно дифтерии на постсоветском пространстве. Потому что она уникальная. В мире такой не было нигде. Ни в Африке, нигде такой не было. Буквально недавно у нас была корь. Была такая эпидемия кори, которая вообще... Мы в тройку лидеров вошли мировых. Кстати сказать, мое мнение, я надеюсь, я имею право на свое личное мнение. Я уже не знаю, имею или нет, но я все равно буду его озвучивать. В том числе, благодаря абсолютно неправильным подходам к противодействию этой эпидемии. Что, Майта, ну, у нас пациенты, когда вот эта реформа первичного уровня, что было? Вы представляете, я просто сочувствую эпидемиологам, потому что они же заточены, знаете, люди с фундаментальным образованием таким, которые вообще должны быть... У нас есть люди, которые, я считаю, их надо засекретить и никому в стране не показывать. Потому что они обладают уникальными знаниями вообще. Так, у нас пациенты к семейному врачу попасть не могут, скорую вызвать они не могут. Они в этих цепях, 40 температурой в цепях, напьются этих жаропонижающих, садятся в метро, едут в метро в самый заразный свой период, в самый заразный. Приходят ногами в ту или иную больницу, чтобы лечь им плохо, они умирают, чтобы их кто-то принял. Выходит дежурный врач, говорит, мы не можем принять, у нас уже приставные койки, все уже забито, ну, реально не можем, в инфекционном отделении вообще нельзя, чтобы в коридоре кто-то лежал. Они едут себе дальше, в другую больницу, в самый заразный период. Вот это называется искусственно раздутое, потому что нет противодействия. Такого же нельзя допускать ни в коем случае. И в том числе другими методами такими тоже не очень грамотными. И если мы это не исправим, значит, мы должны, если мы не вернем вертикаль биологической безопасности нашей разрушенную, все, мы с вами должны будем спасаться кто как может. А что нужно для больного человека? Больному человеку надо выжить, его надо вовремя лечить. Поэтому вот я очень надеюсь, вот что касается протоколов, мы все-таки его смогли благодаря Степанову в том числе сделать неплохой. И сейчас вот пересматривали буквально завтра-послезавтра новые обновленные, уже с новыми препаратами, которые еще больше, может быть, уменьшить летальность. Это единственное, что можно сделать. Продолжение следует...